Эвакуация после атаки дронов. Удар по военной базе в Новгородской области. Украина уже применила ракеты Атакамс по России. Извините без лишних подробностей. Они хотят эскалацию. Путин обновил ядерную доктрину. Что это значит? Москва уже в общем нервничала. А также противопехотные мины США Украине. И списание в России кредитных долгов всем, кто запишется на войну. Об этих и других событиях дня сегодня среда, 20 ноября. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Ну а начну со взрывов, которые звучали этой ночью сразу в 12 российских регионах. В Минобороны заявили, что сбито 44 дрона. Губернаторы добавляют еще минимум 11. Атакованные Воронежская, Белгородская и Новгородская области. В последний эвакуировали поселок Котово. Там находятся ангары с боеприпасами 13-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. На опубликованных кадрах слышны стрельба, вероятно, в момент, когда ПВО пытается сбить дроны, и потом слышны взрывы. Как пишет издание Астра, в Котово находится ангар с боеприпасами, ракетами для РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», а также ракеты «Искандер». В местных чатах жители писали о том, что атака была нацелена на военную базу ракетно-артиллерийского управления. Губернатор Новгородской области атаку на арсенал не подтверждал. По словам Андрея Никитина, над регионом сбили несколько беспилотников, жертв и пострадавших нет. О пяти сбитых украинских дронах ночью писал и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Сообщается, что никто не пострадал. Самарский губернатор также утверждает, что сегодня утром во время атаки беспилотниками обошлось без пострадавших. Сбиты шесть дронов. В телеграм-каналах пишут о прилетах по нефтебазе в селе Сосновка. В течение последних суток российские военные и местные власти сообщали о десятках атак украинских беспилотников на Тульскую, Тверскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую и Московскую области. В Главном управлении разведки Украины сообщили о поражении командного пункта группировки российских войск «Север» в городе Губкин Белгородской области. Но ни губернатор региона, ни Минобороны эту информацию не подтверждали. Эти кадры в городе Алексеевка Белгородской области местные жители сняли накануне поздно вечера. Утверждается, что на них атака на завод компании «Эвко». Это крупнейший российский производитель маргарина и майонеза. Белгородские власти заявили, что обломки сбитых беспилотников повредили производство, инфраструктурный объект, а также линии электропередач. Представитель Украинского совета по нацбезопасности и обороне Андрей Коваленко отметил, что на этом заводе также производят грузовые дроны для военных целей. На здании школы в селе Быковка Белгородской области российские военные по ошибке уронили 250-килограммовую авиабомбу. Об этом жители села рассказали местному телеграм-каналу «Пепел». По их словам, бомба упала на школу около 6 часов утра 19 ноября накануне. В здании еще никого не было и никто не пострадал. Издание «Астра» сообщает, что бомба пробила крышу здания и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже. Сразу четыре иностранных посольства в Киеве, США, Греции, Италии и Испании закрылись из-за угрозы значительной воздушной атаки по Украине сегодня, 20 ноября. В посольстве США заявили, что у них есть точная информация о возможной воздушной атаке со стороны России, но подробности пока не раскрываются. В Украинском совете нацбезопасности считают, что такой риск вполне реален. Россия накапливает ракеты, а ее авиация приведена в боеготовность на аэродромах. Напомню, что всего несколько дней назад Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив около 120 ракет и 90 беспилотников. Удары пришлись на жилые дома, погибли десятки людей, повреждена также гражданская инфраструктура. Глава МИД Украины назвал эту атаку 17 ноября одной из крупнейших воздушных атак за последнее время. Ну а сегодня МИД Украины попросил иностранные посольства в Киеве обойтись, цитирую, без информационного нагнетания. Главное управление разведки опубликовало отдельное заявление на этот счет, в котором обвинила Россию в массированной информационно-психологической атаке. ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами «Атакамс», заявили в российском Минобороны и отметили, что сбили пять из шести выпущенных ракет. Но информация западных СМИ отличается от официальной российской версии. Так, информационное агентство «Рейтерс» со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что ракет было восемь и только две сбили российские силы ПВО. Генштаб ВСУ подтверждал факт применения «Атакамс» по российской территории, но детали не раскрывал. Это первый известный случай применения американского дальнобойного оружия после того, как администрация Джо Байдена разрешила использовать его вглубь российской территории. Британское издание «Таймс» пишет, что у Украины есть около 50 ракет «Атакамс», но эти данные неофициальные. В Пентагоне также точные цифры не называли. Президент Украины накануне уклонился от ответа на вопрос, какими именно ракетами был нанесен удар по Брянской области, но при этом подтвердил, что у Украины теперь есть дальнобойное оружие. Извините, без лишних подробностей. У Украины есть дальнобойные возможности, у Украины есть дальнобойные дроны своего собственного производства. У нас теперь есть длинный «Нептун» и не один, и теперь у нас есть «Атакамс». И мы все это будем использовать. В российском Минобороны сообщили, что фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар, который был ликвидирован. Жертв и разрушений нет. В украинском генштабе заявляют, что удар был нанесен по пункту поставок боеприпасов арсеналу Центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев в Брянской области. Он находится примерно в 115 километрах от границы с Украиной. Вот как на это отреагировал глава МИД России. Они хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена. А по сути дела это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты. А это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров. Военный эксперт Давид Гендельман считает, что разрешение, которое Киев получил от Вашингтона на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь России, в корне не изменит события на поле боя. Во-первых, у Украины АТКМС не имеется в больших количествах. Пока ориентировочно речь идет про десятки. Возможно, в лучшем случае сотни. Но их всего у Соединенных Штатов, если даже собрать все-всех видов, там ориентировочно, возможно, 2000 с небольшим. При том, что понятно, что все их полностью никто передавать не собирается. То есть, какого-то вундерваффе в очередной раз не будет. Но оно и не нужно. В принципе, эти ракеты нужны как еще один дополнительный плюс. Еще один аэродром там, еще один склад вооружений тут. То есть, оно и не планируется как какое-то оружие, пособенно перевернуть в ход войны. Но это создаст еще дополнительные проблемы. Совет по национальной безопасности при президенте США заявил, что Вашингтон не собирается менять американскую ядерную доктрину в ответ на аналогичные меры российской стороны. В Совете пояснили, что никаких изменений в конфигурации ядерных сил России в Вашингтоне не обнаружили. Поэтому не видят и причин менять что-либо в доктрине Соединенных Штатов. Внимание! Пуск! Есть пуск! С подобным комментарием выступила и представитель Пентагона Сабрина Сингф. По ее словам, у Соединенных Штатов нет никаких указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на территорию Украины. Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины страны. Обновленные формулировки фактически допускают применение России ядерного оружия в ответ на запуск по российской территории большого числа ракет и беспилотников. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. Согласно обновленному документу, Москва будет рассматривать как их совместное нападение на Россию. Ранее доктрина предполагала, что Россия ответит ядерным оружием только при нападении страны, также обладающей ядерным оружием. Приблизился ли в связи с этим мир к ядерному конфликту или нет? Глава проекта ядерное вооружение России Павел Подвиг считает, что риски существуют, но действия Москвы нельзя назвать неожиданными. Ничего экстренного в этом решении нет, поскольку изменения в доктрине обсуждались уже довольно давно и упоминались больше месяца назад на заседании Совета безопасности. Никакого автоматизма в этих решениях нет и не предполагается. Путин подписал свой указ о ядерной доктрине вскоре после того, как США разрешили наносить удары по целям в России дальнобойными американскими ракетами. Совпадение это или нет? Военный эксперт Давид Шарп в интервью Радио Свобода сказал, что это разрешение США – еще одна дополнительная возможность в копилку ВСУ. Но оно вряд ли означает принципиальное изменение хода войны. Хотя и преуменьшать его не стоит. А вот юрист Марк Фейгин уверен, что для Кремля решение Байдена было неожиданным. Разрешения могут начать расширяться, и ракет может стать несколько больше, особенно если Storm Shadow и Скальпы британские и французские тоже будут применяться, и разрешение будет получено. А может оно уже получено, но мы о нем не слышим. Так вот, а почему российская сторона делает ударение? Ну так ведь российская сторона, и очевидно, ничуть не хочется того, чтобы ущерб России был выше, чтобы Россия не шла в большие потери, чтобы в какой-то момент, может быть, даже возник эффект сдерживания и устрашения, потому что в тот момент, когда украинцы имеют широкий спектр возможностей бить по российской территории, иди знай, почем они ударят, и этого России совсем бы не хотелось. Кремлю я имею в виду. Хочется играть в одни ворота, уничтожать украинские объекты вдоль и поперек на украинской территории, чтобы тебе за это ничего не было. Так вот, чтобы это предотвратить, соответственно, предпринимаются те или иные шаги. В первую очередь, это разного рода угрозы в рамках ядерного шантажа, в том числе играются с этой доктриной. Более того, я думаю, что ее специально прередактировали в преддверии прихода Трампа к власти, чтобы попугать и Трампа, и его сторонников. Москва сейчас еще пока не почувствует характер этих ударов, их чувствительность, их проблемы, которые они создают. Уже, в общем, нервничает. Потому что, знаете, доктрину можно было неделю назад, месяц назад утвердить и опубликовать. А это делается прямо сейчас. Это, безусловно, элемент давления на американскую администрацию, на ее союзников, с тем, что вот они даже так могут повернуть. С моей личной точки зрения, ни о каком ядерном ударе, ни о каких ядерных последствиях предоставление Украине со стороны западных союзников право использовать оружие вглубь территории России, ударов вглубь территории России не идет и не будет. То есть точно Москва не ответит с помощью ядерного оружия. Тем не менее, интенсификация боевых действий, возможно, особенно дистанционных, Москва, конечно, будет обстрелить территорию Украины гораздо интенсивнее. Ну и, собственно, газета «Таймс» сегодня написала, что Вашингтон уже снял ограничения на использование Украины британских дальнобойных ракет «Стормшедоу». В публикации говорится, что на это намекнули высокопоставленные источники в правительстве Великобритании. Соединенные Штаты предоставляют навигационные данные для ракет «Стормшедоу» и поначалу «Белый дом» отказывал в разрешении их применять, опасаясь эскалации. А Владимир Путин готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность прекращения огня в Украине. Об этом сегодня пишет агентство «Рейтер» и приводит российские условия. Только минимальные территориальные уступки. В материале говорится, что Путин, в частности, готов согласиться на заморозку конфликта по текущей линии фронта, но не намерен отказываться от большей части уже оккупированных России и украинских территорий. Российский президент также настаивает на том, что Украина не должна вступать в НАТО. «Рейтер» пишет об этом со ссылкой на источники, среди которых, как утверждается, пять действующих и бывших российских высокопоставленных чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что Путин открыт к переговорам, но не согласен на заморозку линии фронта. Песков повторил, что Россия стремится достичь всех целей специальной военной операции. Так Москва называет полномасштабное вторжение в Украину. Вчера, в тысячный день полномасштабной войны, Песков сказал, что СВО потребовало больше времени, так как изначально была направлена против Киева, а теперь переросла в конфликт с НАТО. Сегодня Песков высказался о последних решениях Вашингтона. Если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они привержены, полностью привержены продолжению войны на Украине. И делают для этого все возможное сделать за оставшееся для них время. Вчерашнее решение по ракетам, по ударам по нашей территории. Возможно также и решение по этим минам. Мины, которые упомянул Дмитрий Песков, скорее всего противопехотные, по ставку Украине которых одобрил президент США Джо Байден. Об этом сегодня пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Мы, мотоцерковый батальон 80-го танкового полка, освободили населенный пункт Новоалексеевка, Донецкой Народной Республики. Победа будет за нами, и враг будет разбит. Видео с захвата российскими военными Новоалексеевки публикуют минобороны на территории Донбасса. Армия России продолжает наступать, и администрация Джо Байдена обеспокоена этим продвижением, пишет «Вашингтон-Пост». Именно поэтому США пошли на такой шаг – передать Украине противопехотные мины, чтобы укрепить ее оборону. Использование новых мин будет ограничено преимущественно востоком Украины, сказал журналистам один из источников. Также США взяли на себя обязательство помочь Украине разминировать территории после окончания войны. Сейчас более 50 тысяч украинских военных проходят обучение в Великобритании по разминированию. Какое количество мин будет поставлено Украине, не сообщается. «Вашингтон-Пост» пишет, что по состоянию на 2022 год в запасе США находилось около 3 миллионов противопехотных мин. В правозащитной организации Human Rights Watch передачу мин осудили. Там считают, что это оружие представляет опасность для мирных жителей. При этом российская армия широко использует такой тип мин с первых дней полномасштабной войны против Украины. По данным экспертов, на территории Украины могло быть установлено до 2 миллионов мин. Британский премьер Кир Стармер обратился к российскому президенту по случаю тысячного дня полномасштабной войны. «Заканчивай войну и уходи из Украины», — цитирует Стармера русская служба BBC. Комментируя решение Путина по изменению ядерной доктрины, Стармер во время саммита G20 подчеркнул, что это не отпугнет Лондон от поддержки Украины. «Безответственная риторика, исходящая из России, не остановит нашу поддержку Украины. Этому конфликту уже тысячи дней. Это тысячи дней российской агрессии, тысячи дней жертв в Украине. Мы поддерживали Украину с самого начала, и я с еще большей уверенностью говорю, что мы должны обеспечивать Украину всем необходимым столько, сколько потребуется для победы в этой войне против Путина». Еще один европейский лидер, канцлер Германии Олаф Шольц, раскритиковал итоговую декларацию завершившегося в Рио-де-Жанейро саммита группы 20. Недовольство Шольца вызвало то, что в документе вновь прямо не говорится об ответственности России за войну в Украине. В декларации содержится лишь призыв к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине. Выступая в Бразилии, Шольц заявил, что российский президент Владимир Путин бомбит соседнюю страну на протяжении уже тысячи дней, в течение которых украинцам пришлось страдать из-за его слепой мании величия и намерения просто расширить свою страну, применяя силу. В то же время Шольц сказал, что остается при своем мнении не отправлять в Украину немецкие крылатые ракеты «Таурус» большой дальности именно из-за риска эскалации. По-прежнему остается важным и главным делать все то, что мы делаем, с осторожностью. Именно поэтому я уже давно решил, что поставка крылатых ракет стала бы ошибкой. По многим причинам. Прежде всего потому, что с точки зрения возможности и эффективности ударов вглубь территории, невозможно было бы не участвовать в принятии решений относительно цели этих ударов. А это, в свою очередь, будет означать участие, которое я не считаю правильным. Но я также остаюсь при своем решении, что мы не оставим Украину и будем поддерживать ее и дальше, как ни одна другая европейская страна. Добавлю, что сам Владимир Зеленский раскритиковал «двадцатку» за бездействие. По его словам, лидерам этой группы, объединяющей крупные промышленные страны, не удалось разработать сильную стратегию, и они не сказали ничего конкретного. После заявления о ядерном оружии Германии тоже пора поддержать соответствующее решение, добавил Зеленский, имея в виду использование ракет большого радиуса действия. Тем временем в России участникам войны в Украине решено простить банковские долги. Такой закон уже приняла Госдума. Поправки касаются тех, кто заключит контракт с Минобороны после 1 декабря этого года. Правом списать долги смогут воспользоваться и жены добровольцев. Правда, против должника уже должно быть открыто исполнительное производство. Также продлены кредитные каникулы до 180 дней вместо 30. Это еще один механизм, который, по задумке чиновников, должен стимулировать россиян идти на фронт. Подмасштабная война в Украине идет, как уже было сказано, тысячу дней. Сегодня – тысяча первой. Акции памяти по случаю этой даты прошли накануне во многих городах мира и, конечно, в Украине. В центре Киева поздно вечером у подножия скульптуры Батьхивщина-Маты зажгли тысячу свечей почти в память героев войны. Цифры потерь с украинской стороны оценивают по-разному. В России заявляли про 444 тысячи. Газета Wall Street Journal писала про 480 тысяч раненых и погибших. В Киеве заверяли, что реальная цифра значительно меньше. А вот вероятные потери России в войне выше – от 600 до 720 тысяч человек. Речь идет об убитых и раненых. Самую скромную цифру – 600 тысяч – называют Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных разведках. А самую большую – более 720 тысяч – украинский генштаб. За тысячу дней войны, по данным украинских СМИ, Россия запустила только по Киеву более 2,5 тысяч ракет и беспилотников. Я думаю о своих погибших родственниках. И еще я думаю о том, чтобы скорее закончилась война. Чтобы наши воины, которые нас защищают, наши ангелы, которые нас хранят, чтобы они выжили. Мы их поддерживаем. Я хочу, чтобы они оставались сильными. И чтобы Бог их хранил. Моя жизнь просто перевернулась. Ее просто не стало. Я хочу лишь победы и вернуться домой. Я очень благодарна нашим ребятам, которые защищают нашу страну. Я очень надеюсь на победу. Я тоже сподеваюсь на перемогу. Из других новостей дня. Российские врачи записали видеообращение к Владимиру Путину, призвав немедленно освободить педиатра Надежду Буянову. На прошлой неделе ее приговорили к 5,5 годам колонии по делу о так называемых фейках про армию. Видео опубликовало издание «Эхо», отмечает «Медуза». Владимир Владимирович, недавно суд вынес приговор 68-летней Надежде Буяновой. Всю свою жизнь посвятившей заботе о здоровье детей. Этот приговор – выпиющее беззаконие и проявление жестокости. Мы внимательно следили за судебными процессами, и нам очевидно, что дело против Надежды Федоровны полностью сфабриковано. Отсутствуют какие-либо объективные доказательства ее вины. Нет ни аудио, ни видеозаписи ее высказываний. Приговор 68-летней Надежде Буяновой, которая работала педиатром в московской поликлинике, был вынесен 12 ноября. Само дело завели в феврале этого года по требованию главы следственного комитета Александра Бастрыкина. На врача донесла вдова погибшего участника войны, пришедшая на прием к врачу с 7-летним сыном. Анастасия Киншина обвинила Буянову в том, что она при ребенке якобы назвала ее мужа законной целью Украины. Педиатр отрицает, что говорила это и настаивает на своей невиновности. Адвокаты отмечают о том, что доказательств в суде предоставлено не было. Приговор Надежде Буяновой стал самым жестким по статье за так называемые фейки, распространяемые в непубличной среде. И в завершение выпуска коротко о еще одном событии. Компания SpaceX в шестой раз провела тестовый запуск ракеты-носителя Starship с прототипом космического корабля. Ракета была запущена с космодрома Бока-Чико в Техасе. Полет прошел успешно, но не идеально. Многоразовый ускоритель ракеты не вернулся обратно на стартовую площадку, как это было во время предыдущего испытания в прошлом месяце, а был направлен для приводнения в Мексиканский залив. Вместе с главой SpaceX Илоном Маском за полетом наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. Последние месяцы Трамп и Маск сблизились и много времени проводят вместе. Бизнесмен вложил в избирательную кампанию республиканцы около 200 миллионов долларов. Тот, в свою очередь, объявил, что после инаугурации назначит Маска на пост главы нового департамента эффективности правительства.